Всем привет, ребят! Мы приехали посмотреть баньку. Здесь делают бани кедровые. Вот мы в поисках. Приехали на производство, посмотрим, что можно выбрать и что нам предложат. Всем привет! Вот производство бани. Так, идем на производство, заходим. Здесь вот производят бани. Очень вкусно пахнет деревом. Это мы сейчас можем сразу же вести на утрак. Это, да, то есть. Я купила пятновыводитель от Изи Клин, о котором все говорят. Хочу его протестировать. У него очень много положительных отзывов на маркетплейсах. Изи Клин, он имеет 101 способ применения. Множество решений в одном пакете. Он лучший среди всех своих конкурентов. Изи Клин, он без хлора. Не вызывает аллергию, так как мы аллергики. Для нас это очень важно. И безопасен для детей. Органические пятна он выводит легко. Изи Клин, пятновыводитель. Можно купить на Вайберис. Ссылку и артикл я прикреплю в нашем первом закрепленном комментарии. И в описании. Ну что, начнем тестирование. Я здесь уже все приготовила. Надо обязательно горячую воду. Я ее уже сейчас вскипятила. Кипяток. Ложку. И смотрите, у меня есть вот такое вот полотенце. Кухонное. Ну, Даня взял. Саша тогда пролил кофе. Даня быстро-быстро взял. И вытер полотенцем, а не тряпкой. Вот. Будем его очищать. Сейчас мы возьмем на литр воды. Нам надо одну, ну, через две ложки. Изи Клин. Мы сделаем сейчас две ложки. Так. Зальем водой. Отпустим полотенчика. Смотрите, кислород какую пену создает. Подложила сейчас такую подложку, потому что все через верх пошло. Реакцию вообще дает ужасно. Много. Все в пенке. Это мы сейчас оставим на 10-15 минут, а потом посмотрим результат. У меня есть еще вот такая вот сковородка. Смотрите, какая она. Это такая в нагаре у нее. Я ее пробовала уже чистить, но надо очень много сил к этому применять. Хочу ее тоже протестировать, попробовать, как она очистится. Мы сейчас возьмем две ложки изи Клин. О, она сразу начинает давать уже реакцию. И положим нашу сковородку сюда. Смотрите, какую она дает реакцию. О, аж на пар. Оставим тоже на минут 15. Смотрите, хочу вам показать, сколько здесь грязи уже плавает. Давайте посмотрим результат нашей сковородки. Вау! Ничего себе! Мне всегда надо было столько силы применять, чтобы ее вот в такую вот чистую сковородку привести. Ну, я вообще в восторге очень. Изи Клин справился с сковородкой. Так, здесь у нас теперь посмотрим. Смотрите, какая здесь вода грязная. Полотенце выглядит уже хорошо. Сейчас мы его постираем, высушим и покажу результат. Ребята, смотрите, я только полотенце сполоскнула. Хочу вам показать результат. Все пятна вышли. Полотенце снежно-белое. Ни одного пятнышка не осталось. У Алины есть вот такие вот кеды. Смотрите. Их тоже очень сложно стирать. Хотим их тоже попробовать с Изи Клин. Сейчас я, наверное, возьму немного побольше Изи Клин. Потому что здесь, наверное, будет больше литра. Мне надо будет 2, наверное, литра сюда. Я думаю, 3 ложки хватит. Сейчас кипятка налью. Наливаем кипяток. И смотрим их реакцию. Я их постирала. Вот такие вот чистенькие они у нас. Просто вау-эффект. Классный. Вся вот подошва чистенькая. Смотрите. Все чистенько. Даже отстирал шнурки. Вообще мы в восторге от Изи Клин. Изи Клин справился со своей задачей. Я осталась в восторге. Для вас оставлю ссылку в описании. На Вайбере с артикулом. Переходите, заказывайте. Выиграйте айфон, макбук, 50 годовых наборов бытовой химии и другие призы. Для этого купите пятного водителя Изи Клин до конца ноября и зарегистрируйте чек. Введите в браузере адрес сайта. Акция defizizizclean.rf. И участвуйте в розыгрыше. Хочу вам показать. Вот забор сделанный. О, Саша там копает. Что, кабачки убираешь? Да, я хочу убрать кабачки. Да, потому что все уже. Кабачки. Что она здесь растет? Грибы? Паганки какие-то. Это же поганки. Это не поганки. Но они, что их за штучки есть. Ну, планета. Вот, ребят, я хочу сейчас убрать наши кабачки. Я их накидаю вот сюда. И потом землей ее накрою. Хочу эту грядку перенести вот на это место. Так что у нас перегной будет под грядкой. Да, только для чего мы ее хотим перенести? Я ее хочу сюда сдвинуть. Чтобы установить в тот угол теплицы. Да. Да, и у нас еще цветут помидоры. У нас выросли. Алина, короче, когда собирала все помидоры, ну, когда уже время подошло, когда начали холоды, и оставила такие малюсенькие-малюсенькие помидорчики. Я говорю, а, пускай висят. Ну, и вот что из них еще выросло. У нас выросли помидоры. Вот тоже. Сейчас все уберем, все грядки. Освободим. К сожалению, вот эти вот наши патиссоны тоже очень поздно начались свисти. Вот. Ну, и все на этом. Если бы, конечно, они раньше бы зашли, было бы у нас очень-очень много бы патиссон. А так вот, к сожалению, они все уже и перемерзли. Вот. Потому что когда их снимаешь, они внутри все уже гнилые, пустые. И щавель, я в лесу здесь, я его закопала. Так, вот эти вот, что это было, Сань? Вишня. Вишня, да. Надеемся, что на следующий год она отойдет. Вот. Ладно, будем наводить порядки. Саня приготовил уже Дане косилку. Даня у нас еще немного здесь порядки наведет, прокосит. Все. Да. Вот так вот. А, вчера мы ездили еще, смотрели бани. Еще в другие места ездили. Прицениваемся, рассматриваем, какие есть возможности для нас. Вот. Ну, а так, пока еще ничего не выбрали. Осматриваемся. Не хочешь добавить? Нет. Уже нет. В этом году их было очень много. Очень много было. Да сколько кустов здесь было вообще? Штук восемь, наверное, да? Да. Четыре. Да. Шесть или семь кустов. Шесть или семь кустов. Ничего себе. Сейчас так пусто все будет, если вот это все поубирать. Ну, их очень много было. Так, ладно, давайте. Я пошла домой. Там надо мне прибираться. Убираться. Стирка. Сегодня суббота. Наводить порядки. Потом еще Алины надо к зубному сегодня тоже, да? По сколько? Полвторого. Ну, если все, заранее прикрепить. Да, да. Ну, давай, работай. Я пошла сама работать. Ребята, смотрите, Саша немного откопал. Ну, что я думаю, что неправильно сделали это, что они ее вообще никак не обработали. И они здесь никакую защиту не сделали. Не обработанная и никакой пленки нет. Она сгнеет быстро. Вот. Теперь мы хотели посоветоваться с вами, как быть, как ее правильно сделать. Я думаю, что надо, может быть, сперва эти бревна чем-то, может быть, их обработать сперва надо. А потом, вовнутрь еще надо пленку положить для защиты. Вот. Ну, мы ее сейчас, Саша говорит, разберем, да? Я ее хочу разобрать. Они вот скрутили уголками. Вот здесь вот уже она сломалась. И она уже гнеет там. Вот, видите? Поэтому Саша хочет ее разобрать. Почистить и высушить. Почистить ее, да. Надо высушить немного. И потом посмотрим, что вы нам напишите. Может быть, ее чем-нибудь обработать? Ну. Подскажите, чем? Каким материалом ее можно показать? Да, лучше для грядки именно, вот, чтобы держалась. Вот. Ну, короче, мы ее сейчас разберем, положим. Саша ее почистит. И будем ждать ваши комментарии, как лучше сделать с этими бревнами нам грядку. Потому что убирать я совсем ее бы не хотела. Мне она нравится. Как-то так. Так, будем разбирать ее. Да. И тогда землю маленечко оставим здесь, чтобы ее не... Да, кучку, потому что это хорошая земля. Перекидывай. Ну. Земля хорошая. Так, Даня начал косить. Пускай мутится. Да. Это теперь его задача. В Германии была моя, в принципе, но иногда помогал и Саша. А здесь теперь Даня косит у нас. Что, Лесь, получается? Ха-ха-ха. Нарезала здесь так. Да. Ничего здесь. Вы, наверное, сейчас смотрите, скажите, что он здесь разбросал вот эти бруски. А я пометил здесь баню. Вот тут должна встать наша баня. Вот таким размером. Уже разметил, где комната отдыха, где будет парилка. Все разметил, но баню еще не нашел. Да, Даня, ты уже ходишь в баню? Да. Вот. Мы, короче, мечтаем вот такими вот обедомщиками. Так вот маленько раскладываем, так смотрим, мечтаем. Смотрю, так тоже охота, да? Ну. Скоро будет. Найдем. В Сибири, думаю, баню несложно найти. Ты думаешь? Я думаю. Сколько мы уже ездили? Надо найти деньги на эту баню, а баню найти не проблема. Развязываю эти помидоры, чтобы эти не выкидывать. Да, их надо на следующий год сохранить. Поэтому не разрезаем, развязываем. На следующий год уже будем все делать сами, да? Это там мы, когда дом купили, это хозяйка посадила. Да, дом еще было. Вот. Они еще растут, они вот цветут, смотри. Вот цветочки даже еще есть. Прикольте. Ага. Так, на секундочку, октябрь месяц. Да, да. И мы в Сибири. Ну, это лето было очень теплое, жаркое. Да и еще не знаем, какой сорт помидор, да, когда она их высаживала. Может быть, они вообще на Новый год еще цвести будут. Но он укропом не пахнет. Как его? Фу, блин. Он полезный, саразов? Полезный, саразов? Блэ. Не влюблю я его. Как же он называется? У него корень такой еще белый. Серега. Не знаю, наши грядки любят просто ужасно. На. Это вот это? Да мне туда все, в этот надо быть. Очень спасибо, Ижи. Где? Нет. Короче, Саша сейчас перевел. Это фенчель есть по-русски. Или укроп аптечный, как там нам переводчик перевел. Вот. Но он красиво выглядит все. Не знаю, или его срезать. Что с ним сделать, а? Может быть, на зиму он, в принципе, и полезный будет. Ребят, нам захотелось компотик. Я сейчас слазил в наш погреб и достал компотик. У нас еще нету зимы, а мы уже перешли на компотики, да? Мы сейчас откроем баночку холодненького компотика. Ну, а это привезла моя мама. Сама сделала. Мы отварили пельмени и хинкали. Дай понюхать. Нюхайте. Вкусно. Все, всем приятного аппетита. Мы, ребята, поехали постригать Даню. У него запись на 8 часов вечера. У меня еще один выбор был на полдесятого. Я сегодня посмотрела. Думала, может, на завтра, на послезавтра. Нет, уже сегодня было. Так что едем постригать Даню. Такие вот здесь дома высокие. Красиво светятся. У нас уже так темно на улице. Данечка сейчас будет красавчиком. Да, Дань? Ему понравилось, как его последний раз здесь постригли. Поэтому захотел опять же сюда. Смотрите, здесь какой ЖК. О, высокий такой. Красиво здесь очень сделано. Что? Это такой старенький, да? Да, может быть. А это уже новенький. Мужики про или где-то? Да, вот здесь мужики про. Пиво разносили. Пиво. Всё, Данечка вышел. Чё ты стоишь? Пойдём. Красавчик? Красавчик. Всё? Доволен? Угу. Хорошо. Как новенький теперь. Всё, поедем дальше. Ещё хотим сейчас съездить в Ашан. О, ветерок. А так классно на улице, хорошо. Сегодня было очень тепло. Приехали мы в Ашан. Смотрите, как дома тут светятся все. Там красиво вон. Чё, пойдём в Ашан? Ашаном она. Кристалл. Чё ты нашёл? Диманчик. Для Джесси? Муж для Семьи. Покажи, Дань. Вот это что за фрукт? Как он называется? Скажи. Калава. Нет, скажи. Пойдём, почитаем. Я не знаю такой фрукт. Ты пакетик несёшь, Даня. Фейхуа. Фейхуа. Я такое вообще не знаю. У нас такого нету, да, Сань? Фейхуа или как оно там называется? Фейхуа, да. Такой первый раз вижу. Вообще, на что оно похоже-то? Вы чё, мандарины нашли? Да, я в этом мандарины. Откуда они? Перевезённые не стоит? Понимаете, как эти листочки пахнут. Короче, я сейчас посмотрела. Мандарины из Китая. Мы их дома проверим? У нас есть на мандарины. Ну да. Короче, Даня сейчас посмотрел в интернете, что это такое, как это, и кушать можно. Решили попробовать взять. Я не знаю, как... Да, Даня, понравится. А если нет, выкинем. Да, он тебе мало грамм не взвешивает. Ну, чуть ли он взвешивает, он даже одну может взвешивать. Да. Короче. 53, 38. 53 рубля? Да. Пойдем. Ну, попробовать. Да? Дыню не хотите? Пошли. 53 рубля? Да? Дыню нет. Нет. Не хотите? Да, нет. Ты хочешь, Даня? Да, нет. Я хочу. 53 рубля. Заметила, какая дыня бабушка, я такое еще тоже никогда в жизни не видела. Дыня бабушка, видел такую? Нет. Я тоже нет, смотри. Может, лучше такую взять попробовать? Не знаю. Бабушка. Бабушка какая-то, мол, у нее кожа, видишь, шкурка такая, как бабушки на коже. Я не знаю, какая хорошая. А пахнет? Может, такую взять? Не знаю. Я вообще не знаю, как они должны быть и как их вообще выбирать. Бабушку. Бабушку. Смотри. Она здесь уже, видишь, какая? Тем более, чем Марсина, тем она спелее. Она как будто уже переспелая, похоже. Она мягкая. Она переспелая. Не надо, не надо. Нифига надо. Это будет. Ладно. Они сильно мягкие. Они какие-то сильно мягкие. Будем их пробовать, когда будет опять сезон. Будем на это внимание обращать, потому что мы их тоже видели только первый раз. А это что? Груши такие. А я хочу такую попробовать. Ну, возьми. Груша Санта-Мария. Даня передумала ее брать. Картошка красная. 29,99. Картофель белый. 14,97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова